Ну что, всем привет, кого не было, я вернулся, Наташа, как обычно, немножко задерживается. Ой, какая красота у меня тут. Так, я тут из игры еще перезашел, ну вот, и включил вертикальную синхронизацию, ну, у меня лично стало лучше явно. У вас вроде ничего не изменилось. Печеньки-вкусняшки все притащили? Все успели? А что у меня с этими с деками? Отношения с автором. А вот, а гильдия. Ученик. Сложно. Так, ну хорошо. Покупать вроде бы мне нечего. Затянул перерыв. Ну, как получилось. Я, в принципе, мог бы и сейчас не включаться, а подождать НАТУ. Вот тогда бы было бы действительно затянул. А так нормально. Ой, это такой болтун. Нам надо, а, нам надо в это, на базу слетать. Жует сухари. Я вот тоже что-то кушать захотел. Хотя мы прямо перед стримом поживали. Ну, мы правда так. Скорее перекусили, чем поживали. На Ютубе тоже стрим идет? Нет. На Ютубе стрима нет. Мы не можем, потому что... Ну, запрещено нам, короче, стримить одновременно. С твича на Ютуб. Или еще куда. Без разницы. Так. А мне ему надо что отдать? Я вот не помню. А, и хинокактус. А что там с него растет-то? Я не помню тоже. О, гамма-трава. Гравитина выросла. А я насобирал, кстати, это... Тамия хоть немножко. Еще одну гравитину. Нет. Не насобирал. Я хочу выращивать Тамий. Ребята, его можно будет выращивать? Саша, а почему вы нормально перед стримом поесть не можете всегда? Ну, потому что мы не успеваем обычно нормально поесть. Надо еще глянуть, что там, кроме плехи, и надо на это стекло. И тогда... То есть, надо в количестве в нужном посадить. Это дело. Будет удобно. Так, плесень еще можно будет посадить. Пусть собирается, хуже не будет. Так. А что с хинокактусом с этого собирается? Ну-ка. Что он хочет, чтобы я ему принес? А, мякоть кактуса всего лишь. Понятно. Пока-пока, ребят, кто уходит. Ох, ё. Вот у меня тут завал. И вот куда это девать, вот эти нейротрубки? Нейротрубки специальное средство для временного повышения внимания и производительности. Особым спросом пользуются системы с экономикой, основанной на торговле. То есть, мне бы их потом просто продать выгодно. В идеале. А вот это... Это может пригодиться. Причем, кстати, оно у меня где-то уже даже лежит. По-моему, ждет. Да. Мордит. Пом-пом-пом. Трофея, по-моему, у меня нет. Хорошо. В общем, забираем кактус. Ната не занята. Ну, занята, в принципе, можно сказать. Короче, сейчас подойдет. Такой, лесен кактус. Так. Кристаллы. У меня где-то здесь, по-моему, лежали. Пугни продадим, как обычно. Ну-ка, плесень. Во. Да стой того. Вот так. Гамма-трава мне не нужна. Каприт, гравитин я пока не могу посадить, к сожалению. Ну, ладно. А контейнеры расширять нельзя? Ну, вроде как нельзя. По крайней мере, пока что. На, на, твоей стой мякоть кактуса. Тебе осталось познакомиться только с двумя растениями. Обучение почти закончено. Я так тобой горжусь. Так, звездяника. Звездный лук, тамей. А, понятно. Звездный лук сможем высаживать. Но опять Тами этот, дурацкий Тами. Звездный лук является плодом редчайшей звездянки, встречающейся на лесистых планетах, не затронутых войной и разложением. Именно поэтому я всегда хотел стать фермером. Мне хотелось прикоснуться к красоте. Так, а то есть... Подожди, то есть я могу сразу сдаться, что ли? А, ну, кстати, у меня есть, в принципе, звездный лук-то, да. Я могу сразу ему сдать его. Или не могу? А сколько у меня лука? У меня хватит потом посадить? Ну, в принципе, хватит. Хотя лучше было парочку посадить, а потом уже сдаваться, наверное. Так что не буду. Что получается? Что нам нужно, чтобы делать живое стекло? И почему его так все любят продавать? Ну-ка, где оно вообще? Живое стекло стоит, ох, нифига себе, 696 тысяч. Да, неплохо. Теперь понятно, почему все любят. Мне нужен каприд и гамма-корень. То есть... О, это надо, короче, сидеть, таблицу составлять. Сколько надо на штуку, сколько надо на штуку, кого, чего, и сажать в таком количестве. Морозный кристалл 250. То есть, морозных кристаллов нам нужно на штуку 5 штук, да? Гамма-корня. И все, то есть только стекло и потом смазка. А стекло сколько стоит? 48 тысяч. Не, это не круто. Гамма-корень собирается в 50 же тоже, да? По идее. Я понял, зачем ему доп глаза. Средние отвлекают внимание, пока он шуршит. А, пока он щурит боковые и строит хитрую морду. Но это как с теми картинами, которые с разными ракурсами разные означают. Ну, как-то слишком притянуто, по-моему. То есть, мне надо гамма-корня посадить еще прилично. Получается. 8 штук. Так. А, я не посажу, у меня Тамия нет. Что ты? Пойдемте собирать Тамий. Пока Наташи нет. Хотя можно на новую планету, наверное, искать. Жилые постройки и там... Этот Тамий собирать. А я этот терминал для торговли могу здесь сделать уже или не могу еще? А, могу. Мне нужны амальтические ячейки. Шесть штук. А, так мы из-за него как раз и затеяли всю эту фигню. Эмерил, ладно. Плат пять. А у меня плат сколько? У меня плат, по-моему, штуки четыре, да? Да где я их сложил-то? Так, я же где-то их складывал все. Вот, у меня всего одна плата. Понятно. А что надо для платы? Тепловой конденсатор и поливолокно. Конденсатор у нас делается из морозного кристалла и салания. Поливолокно делается из мякоти кактус. У-у-у, понятно. Плата стоит 1 миллион 196 тысяч. Так эта плата выгоднее делать, нет? Тут и реагентов меньше получается. Почему живое стекло все выращивают? Их больше влезает? Да нет. Морозный кристалл, саланий 200. Мякоть кактуса и звездный лук. И получаем плату. Классно. Пять плат, пять плат. Ну да. Не, ну смотрите, стоимость какая. 1 миллион. Я хочу. А что еще дорогого мы можем сделать? Ну вот еще за 1 миллион можно делать жидкую взрывчатку. Нестабильный гель и кислота. Гель делается из мякоти кактуса. А числота делается из мордита и грибковой плесени. Ну, мордит. Не, не вариант с мордитом делать. Так плата выгоднее делать и продавать. Причем я могу даже сейчас одну плату продать и поиметь миллион. Ну да, так можно и на грузовой корабль накопить быстро, правильно? Так, ладно. Звездный лук, значит мне нужен. Саланий. У меня морозного ухо стало перебором. Ну, в принципе, никто не мешает делать и то, и то, наверное. Просто жив... А, ну живое стекло еще, в чем фишка, нужно для собственной фермы. Много. Так, нам таймий, короче, нужен. Продаться и потом за таймем. Хотя, стоп. Что у меня там с собой? Это продаем гравитильный шар. Ну, можно продать, наверное. Или складывать. Он нам на бэрейды какие-то нужны. Несколько шаров таких. Это пусть будет. Пугней продать можно. Кинжал продать. Кризонит можно вот сложить. Платину. Платину, по-моему, тоже можно сложить. И на плату вроде все выращивается. Да, все выращивается на плату. В том-то и дело. Поэтому я не совсем понимаю, почему живое стекло конкретно. Пармлетт. Может продать эту платку. Хоть деньги будут пару ячейок купить. Так. Гравитина, наверное, пусть будет тут. Я тут, знаешь, что обнаружил? Сейчас мне отбываешь? Да. Ну, сейчас ты подключишься, я тебе расскажу. Так. Мордит. Мордит у меня нет. Ой, я возлегла. Рассказывай. Короче, платы делаются достаточно просто. Я не знаю, почему нам постоянно говорили, делайте. Ну, то есть не делайте, но это то, что выгодно делать живое стекло. Ну, тут, видимо, то, что живое стекло нужно и для того, и для того. То есть и для фермы, и для базы, и для того, чтобы на продажу делать. То есть можно лишние излишки, так сказать, продавать. Неудобно мотаться туда-сюда вот так постоянно. В плане? Ну, в смысле, без магазина. Магазин, ты говорила, у нас пока нет магазин денег. Нам пять плат надо сделать. А, для магазина? Да. Понятно. А, вот он корзонит. Смотри, одна плата стоит миллион двести тысяч. На продажу, да? На продажу. Я ее сейчас продам, потому что у нас деньги нужны. Нам деньги нужны. Да. А смысл в чем? Плата делается из теплового конденсатора и поливолокна. А тепловой конденсатор делается из морозного кристалла и саланий. Оба эти ингредиента выращиваются. Причем нужно-то всего сто морозного кристалла и двести салания. А поливолокно делается из мякоти кактуса и звездного лука. И то, и то тоже выращивается. И мы получаем плату. Ну, про плату-то нам уже говорили, я помню. Но нам не говорили, да, из чего или что, или как. Я не знаю, да. Как-то пролетело мимо ушей, что ли? Наверное. То есть живое стекло тоже... Я просто помню, что нам говорили про эти платы. Делается. Но стекло, допустим, делается из двести... Из двухсотпятидесяти морозного кристалла. А там не нужно такое количество бешеное. Там сто двести и сто двести. То есть фактически делаем ферму в одну точку. Сколько у нас там? Четыре... Восемь посадных точек, да? То есть здесь нам надо... Четыре... Шесть... И здесь тоже надо шесть. Двенадцать. Я даже помню, ты даже пытался что-то начать с ними, с этими платами. Помнишь же тоже? Да. Шутили-то на эту тему. Нам нужно пять плат. Пять плат. Полетели. Я предлагаю сейчас, знаешь, как сделать? Мы... Сделаем. То есть мы сейчас возвращаемся обратно. Выбираем планетку, которую будем исследовать. Летим на нее. Ага. Вот. И... Ставим там маяк. Мы там все сделали на предыдущей, да? Да. Все сфоткали. Вернулись, доделали. Да-да-да. Ставим там маяк. И ищем живые... Жилые эти... Как их называют? Как они тут называются? Не помню. Убежище, что ли? Да где была? Вот мне вот прям... Обязательно это говорить где была? Я была на горшке. Если вам это интересно, конечно же. Мы были там вместе с Лизой. Да? Да, Лиза сидела за горшком и стерзала швабру. За веревочки вот эти вот. Такие подробности. Потом она просилась наружу, я ее выпустила. Потом она просилась обратно внутрь. Нейротрубки 150 тысяч. За три штуки. Но я продам. Я надеюсь, вы счастливы. Потому что я пока не знаю. Хотя можно было бы их оставить, но ладно. Это я продаю. 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 Плата миллион. 135 тысяч. Ну пойдет. Все, короче. Идея фикс. Это сделать... Платы? Несколько штук. Да. Нет. Сделать, чтобы это... Платы выращивать. Нам нужно много тами. Железа и цинка. Но цинк есть. Ну тами-то нам нужно было много еще до перерыва, если что. Да-да-да. Так. Где? О, пиратики. А там сразу было написано, что они нападут. По-моему. Ага, ага. О, вон они. Сколько до прибытия? А, ну нормально. Ты решил на опережение? Ну так, да. Я думаю, я так, конечно, не попаду. Конечно, не попадешь. Один. Да, он слабенький. Это несерьезно. Ну а чего вам не нравится-то? По-моему, хорошая идея, да? Сейчас бы плату выращивать. На подоконнике. А почему бы нет? В дворе да. Можно в три даже. Подвижные полочки такие. На каждая кошка по три полочки. А получится у нас, интересно, состыковать ровненько. Это выращивание плат, допустим, чтобы там по две, по три штуки сразу собирать. Чего-чего? Сейчас потише сделаю. Получится у нас состыковать, интересно, ровненько. Кратно восьми. Ой, кратно двенадцати, получается. Там я, по-моему, с этих астероидов не падает. Нет, там я теперь не падаю. Он раньше падал. Раньше падал. Так, ладно. Куда нам? Вот сюда, что ли? Наверное, сюда. Где мы еще не были-то? Там были. Тут мы были. Были? Да. Были. Ну да, значит, тут эта планетка. Вообще, с Томием, конечно, такую проблему сделали. Ну да, раньше как грязи было, везде вылетел. Настрелял там, сколько тебе надо. Где-то еще луна есть, кстати, да. Не пойму, токсичная планетка или просто зеленая? Может быть, ядовитая? А, ну ты искала токсичная, ну да. Ну я так, токсичная, да, с одной тоже. Ну я про это же. Ухаха. Там уже начали. Юра-то тут? Это Юра, да? Юра, я вижу. Я запоминаю. Яркая такая. О, это не луна у нас как раз? О, да нет, наверное, это не луна. Стражи враждебные. Ахаха. Юра, за что? Ух ты. Смотри, сколько животных. Большие. Да, офигеть. Не, не понял. Говорят, там из астероидов упал. Сейчас. Там чуть-чуть совсем. Чуть-чуть совсем падает. Там по большей части фигня какая-то валится. Раньше практически только Тами был. Там железо еще было, еще что-то там. Плутоний, по-моему, иногда был, да? По-моему, там только Тами был. Тами был, да? Ну, значит, Плутоний я могу набрать. И всякие эти эмерилы там и так далее. А вот сколько мы стреляли за последнее время, вот, не попадался Тами. Так что искать его, это больше, по-моему, времени потратить. То есть стрелять вот. Таким образом. Ну, да. На-то какие у тебя предпочтения в музыке? Я меломан. У меня нет каких-то жестких предпочтений. Прям куда-то в одну или в пару сторон. Мне, может, немножко отсюда нравится, немножко отсюда. Что-то классика нравится. Я фолку люблю. О, у нас по-звёздный рог. Рокунт слушаю. Ну, много чего. Скан для слабаков, действительно. Не для слабаков, а для Александра. В смысле, а чего скан? Нужно напоминать ему каждый раз. Ну, а с другой стороны, зачем? По факту пролетел, посмотрел. Ну, вот так нападают. И ладно. Отобьёмся. А там, разве, заранее можно посмотреть, пока на планету не залетишь? Вроде никакой информации о планете не будет. И даже сканированием оно, по-моему, не записывается. Или записывается сейчас. А вот не знаю. Это что такое интересное? А, просто травка? Цветочек, да. Вообще, планета красивая. Да. Крутая. Даже несмотря на стражи. Агрессивная очень. Юра там в экстазе бьётся. Стражи агрессивные. Животные крутые. Ну, кто тут ещё агрессивный? Смотри-ка, даже пострелять успел. А, говорят, нужно вроде как сканер корабля улучшить. А, ну вот. Ну, я вот по декам пока летаю. Я не могу нормальные сканеры подыскать. У нас там был военный сканер. Но, как бы, нам от него толку, я думаю, пока мало. Да, караулу тут, конечно. Хе-хе-хе. Ну, этот большой такой вообще. Здесь, кстати, ну здесь токсично, в принципе, но не сильно. Да, небольшой такой фон. Во время бури, наверное, тяжко будет. Но у животных тут, я извиняюсь. Да. Давай глянем, что ли, про планету. Да и назовём заодно уж. На. Бумаженция. Враждебно-рассеянная нерегулярная. Биом влажный. Сейчас главное не налажать с названием. А то Юра может пролететь с такой планеткой крутой. Случайно Enter нажмётся. По уровню, да? Да. Ну что, Юр, поздравляю тебя. Да, он сделал это, он справился. Тринадцать видов тут животных, ничего себе. Надоели. Назовите случайно. Доктор. Верха два, ноль. Ага. Доктор. Доктор, а у тебя ничего не треснет? Треснет. Пополам. Причём. Три паспор в пятницу будет. Ну и кстати, мы спор, когда добьём, мы уже будем тогда смотреть, скорее всего, слаймеранчер новое обновление. Там какое-то масштабное достаточно вышло. Надоели. Ты на двух ножках такой. Ха-ха-ха. Прикольный. Тоже боится тебя. Вот сюда надо летать, короче, анигилировать на квесты. Ха-ха-ха. С животными. С животными, да. Он сейчас тебе на корабль наступит. Смотри, какой громадный. Да он сейчас и на меня наступит. Ладно, я хотел... Поставить, попробовать маяк. Да. Не маяк, то есть, а это. Сканер сигналов. Монолит, месторождение. А, блин. А чего ты хотел? Месторождение капсулы. Я хотел вообще поискать это здание. Жилые. Чтобы там и поскупать у них. Такая... Ну вот, сейчас посмотрим. Подожди, ну должно же быть что-то было. Ну, похоже, нет тут такого. База с возможностью заселения не пойдет? Это не то, нет, это не то. Ну, значит, надо просто своим ходом. Привет всем опоздунам. Привет, привет. Да. Я смотрю, у нас новые сапоконки завезли, да. Ну, это, возможно, достаточно временный вариант. Хотя он мне, в принципе, нравится. Похоже же на монетку, да? Да. Ну, учитывая, что он был сделан буквально там за вечер, за ночь. Ну, не за ночь. Ну, в смысле, что мы в этот же вечер сели там. Саша сидел. Поискали, посмотрели, прикинули. Саша сделал. Да, там маэстро, кстати, идейку подал. Вот. Я такой, ага, точно. А почему бы и нет? Надо попробовать. На самом деле, это не так просто. Потому что при сильном уменьшении там обычно такая размазня получается. Да, там, если у смайликов еще 28 на 28, то у этой иконки 18 на 18, еще меньше. Тут, конечно, нужны специалисты по пиксель-арту. Да, да, да. Ну, собственно, как и по поводу смайликов и вот по отношению к иконкам. Даже, наверное, не столько по пиксель-арту, сколько просто вообще специалисты в плане рисования, у которых есть опыт пиксель-артинга. Я, наверное, зря сюда сначала полетел, но ладно. Мастер такой может и не благодарить. А я и не благодарю. Это, Саша, там, что ты сказал? Веб-дизайн? Причем тут веб-дизайн и пиксель-арт? Я не умею рисовать такие вещи. Это вообще очень разное. Хотя это не то, наверное. Ну, да, это практически совсем не то. Смотри. Да. Площадочка. Тебя ждут, прям подсвечивают. И небо, вот как мне нравится на этой планете. Прикольное. Такое прям почти грозовое. Сейчас жахнет вот такое ощущение. А, летит. А мы днем видели? Ну, видели, в принципе. Да. Зеленая же. Ну. А ты чего не забираешься? Особое приглашение какое-то нужно, что ли? Может, ты собрал случайно? Я, наверное, собрал уже. Здрасте. Друг. Неприводимая игра слов. Этот дек кажется абсолютно безвольным и вялым. Его поглотила какая-то жуткая литургия. Ему едва хватает сил взглянуть на часы. Ударить его. Может, ударить его? Сочувственно похлопать его по плечу. Не, ну ударить как-то, наверное, не очень будет. Это ж тебе не Вайкин. Ну да. О, да? Нужно было треснуть его? Ну, видимо. Торговля, друг, требовать. Дек торговец помощь. Представляешь, заходишь такой, вклюв ему. На! Бартер, 200 плутоний. 200 плутоний это я ему, в смысле, отдам? А он мне что даст? А вы знаете игру Субнаутика? Слышали, видели, но не играли. Да. Покупайте предметы. О, продается там и 77 штук всего. Ой. В онлайн-поселенцев мы не играли. Цинк. Цинк я покупать не буду. Что тут еще есть? Гириди, платина, железо. Железо я тоже покупать не буду. Промышленная батарея. Термоядерный блок. А продавать мне что-то надо? Ну да, можно модуль продать. Так. Отвлекаюсь. Вот оно. Интересно, нам Пугней на что-нибудь пригодится? Вот прям на что-нибудь такое. Отлично. А я не почекал, кстати. Что именно? А, станцию эту? Или почекал. По-моему, нет. Ты сразу забежал. Угу. Круто так. Такая травка прям. Класс. Пиксель-арт сложнее обычного раза в два. Ну, там, да, свои особенности все-таки. Так вот, вроде смотришь на картинку. Прикольно, вроде, классно. Поменьшаешь, а там что-то вообще не... У меня все... Вообще не видно, непонятно, что это. Невменяемое, да. Да, да, да. Ух ты. Классно. Что, ну классная планета? Это вода или это какие-то соляные там, я не знаю? Сейчас посмотрим. Там животные какие-то позади тебя были, да? А, это ночь была, что ли? Да. Тебе корзонит нужен? Что это? Это гравитинные шары. Бей. Да ладно, гравитин... Они ночью только светятся, что ли? Я не знаю. Обалдеть. А почему не светятся? О, засветились. Ну да, да. Надо сесть в корабль, сохраниться. Все. Все. Несите валерьянку, Юрий. Ничего себе вас тут налетело. Это они за шарами? Тут еще и какой-то агрессивный... Дермантин прибежал. Где ты? Ты его расщепил прям. По-моему, пора валить. Нет. А там еще шары остались, что ли? Ну еще как минимум один, по-моему. Мы просто подлетим, потом еще где-нибудь сядем. Рядышком. Как не видно так-то. Не, ну мы тревогу скинем. Поищем. А она уже скинулась, смотри. А, нет. Она скинулась, да. Тебе говорят, приближаются враги, а не скинулась. Ну сейчас вот эту убью, и она скинется. Кстати, погодка еще очень плохая. Все, деактивирована. А, это звездянка. Ну тоже неплохо. Тебя новая защита. Причи. Так. А, так буря идет, тебя сейчас это будет. Да, да, да. Показывать. Я уже убегаю. Хотя я этого цинка и так насобирал. Неслабо. Ой, как больно-то. Да не больно, нормально, терпимо. Фу. Ну полетели пока к капсуле. Так, подожди, а вокруг еще не хочешь посмотреть вот этого озера, или как оно называется? Мы же хотели глянуть, что это такое. Так мы побегали там, нет? Нет, ты бегал, шары собирал. Как-то это звучит не очень. Как бы это не звучало. Нормально звучит. Я же не говорю, что ты там долбился во что-то. Хе-хе-хе. Вода. Все-таки. О, тут еще и рыбки. Еще интересно, я гостебную, наверное. Не знаю. Юра, у тебя еще и рыбки там. Хе-хе-хе. Бурец оканчивается. Отлично. А мне показалось, или я здесь от бурь как раз спрятался? Юра говорит, у тебя еще птицы будут. У него. Хе-хе-хе. Ну не факт, но... Скорее всего. Нет, но если животное есть, птицы обычно тоже присутствуют. Ну да, очень вероятно, конечно. Траж над нами летает, да? Да. Че-то хочет? Че-то хочет, но он не может ко мне. А-а-а-а. А где у меня этот кислород-то? Отображается вообще, я что-то не пойму. Почему я так долго под водой? Потому что молодец. А-а-а-а. Приближаются враги. Бежали, 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 бежали. Вот, слушай, шары надо ночью искать, потому что днем их плохо видно. На-а-а-а-а. На-а-а-а-а. Ох. Опа, стоп. Вот здесь вот, вот это надо подчекать. Говорит, Саш, ты же в скафандре, какой кислород-то вообще? А нет, там же расходуется все равно кислород. Раньше расходовалось, по крайней мере, точно. Ну, раньше, да. Ну, я не думаю, что что-то изменили сильно в этом плане. Бежим от них. Ты потом парочку штук каких-то выбивал. Ну, находил эти рецепты. Типа вот... Да, я их даже поставил. Ну. Это они теперь, может быть, так работают, что не нужно? Хотя, не знаю. Рассыпь шариков? Очередная. Хе-хе-хе. Ты такой бегает смешной. Ну, наверное, это оно. Да. Да, приготовься бежать. Начало корабль поставь рядом. Или ты своим ходом за ним пойдешь? Да я думаю, отобьемся так-то. Ну, не отобьемся, потом трупик свой найдем. Ничего страшного. Пишут, что так у вас вроде технология на неограниченное дыхание под водой. Да? Я просто не видел. Вот две штуки, я говорю, вот две штуки были. Это я помню. Там стреляют уже, да? Да. Че тебе надо? Иди от тебя. Юра, скажи им, а. Тебе че жалко вот для нас? Шариков немножко. Хе-хе-хе. Че такой жадный? Может нам базу сюда перенести? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Сейчас доктор будет возмущаться. Хе-хе-хе. 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 Но как-то в итоге забыл. Доктор не возмущается, он мирно протестует. Хе-хе-хе. Вот по таким скоплениям понятно, что там шарики, да? Да. Когда плотно-плотно значки стоят. Маяк поставь. А, ну кстати, маяк можно поставить. А как оно работает вообще с этим маяком? Он же показывает только на планете, по-моему, и все. Каких два ступика? Я не поняла. А, два монолита? А, эти монолиты, наверное, я пропустил. Да ладно. Ой. Ты че так напугал? Выскочил откуда-то такой здоровый. Причем как-то бегом прибежал и пошел важно. Он, по-моему, бежал и его занесло просто. Слишком большой. О, томи. Вот эта штука, она просто раз убежит, один, в другом. Монолит был. Да? А кто так? О, убежище, отлично. А, где мой корабль-то? А вот что он? Трех соснах заблудился. Да. Уходим. Огородами? Да. Ну, я что хочу сказать. Эти гравитинные шары, они как бы не то, чтобы очень дорогие, к сожалению. Раньше были дорогие. 8250, видишь? То есть, сейчас-то, в принципе, их фарм не то, чтобы сильно нам. Нет, ну понятно, просто прикольно. Нет, ну это прикольно, да. А раньше они дорогие были. Да. Но они нам нужны в некотором количестве на всякие апгрейды, поэтому как бы в любом случае есть смысл их пособирать по ходу дела. Нам плата нужна, да. Да. Так, я там недалеко? Нет, не далеко. Это, наверное, просто чувство осталось радости от того, что еще когда старая версия игры была, мы нашли планету с гравитинными шарами как раз. Они тогда стоили дорого. Они не то, чтобы дорого, но тысяч по 30, по-моему, они стоили. И даже больше. И народ как раз на них тогда деньги делал, в основном. Да, да. И очень круто было, когда вот находились. И тут нам попадается эта планета, и после обновления планета тоже обновилась, и шарики потерялись. Да. Чарико. Технология доскорежена. Технология доскорежена. Так. Ну я в любом случае грузы пока развиваю. С капсулом. Кстати, вот интересный вопрос, что у нас база, по идее, там должна упереться в итоге по... Там есть какие-то внутренние ресурсы, то есть, которые ограничивают базу. Но я знаю, что там достаточно легко этот лимит увеличить. Вот думаю, увеличивать ли его потом или нет. У тебя же денег нет. Ну пока это не очень актуально, да. Зачем ты капсуле просто спустил, что у тебя денег нет? Нет, в смысле, есть у меня деньги. Что? Я же плату продал. А, понятно. Он нас преследует. Так, я не поняла. Там кто-то у нас этот очиститель врубил, да. Я думаю, что за шум стоит. Лишка или леска? Ребятам, наверное, тоже хорошо его слышно, да. Я не уверена, что им слышно, но... Если вы слышите какой-то шум, это у нас воздухоочиститель заработал. Кто-то из этих хвостатых его включил. Да, мы даже рассказывали... Вот, птички. Птички, да. Что они у нас любят им заниматься. Ну, точнее, как включил. Он у нас постоянно включен. Но у него там есть кнопочка активной очистки, так сказать. Ну, 60-600. А у технологии 60. Но я буду пока все равно вот это. Нет, не фанаты Саус Парка. Вообще, абсолютно никак. Я вообще вот эту чернуху не перевариваю. Там есть забавные моменты, но в основном, да. Мы только поэтому не стали играть в этот... Как его там? У нас постоянно... Южный парк, который... Причем ты Южный парк-то? Ну, игра. Нет? Ты не про нее? Да нет, про этих, про рыцари-то. А, ну да. Забыла. Castle Crushers. Да, да, да. Только вот поэтому. Потому что там вечно кто-то серит, вечно кто-то там что-то делает. Я этот сортирный юмор просто не перевариваю. Ну, это и касательно Южного парка. Примерно та же причина. Меня не особо прикалывает там... Прожимать кнопки, чтобы там кто-то как-то покакал. Удачно. Не знаю, это не мое совершенно. Как-то отвратительно. Недалеко. Не, недалеко. Тогда туда. Может, сейчас еще таймякупим. А Симпсоны мульт на века вообще не смотрю Симпсонов. Не являюсь поклонником этой серии. То есть я как бы знаю, что это. Видела, по телевизору крутили там и так далее. Я в школьные времена смотрел. Но не то, чтобы как-то по ним фанател. И скорее даже наоборот. Футурама та же. В принципе, тоже как-то очень спокойно. Не знаю, я не очень эти мульты как-то переворачиваю. А в Маджику с не более милым юмором вы когда-то играли. В Маджике я не припомню, чтобы было настолько прям. Там юмор не туалетный. Там он просто местами черный очень. Черный юмор, сортирный юмор. Это как бы на мой взгляд разные вещи. Ну ты, видимо, просто назвала, потому что чернуха. Типа не совсем поняли. Нет, ну та же борда это тоже чернуха. Там есть моменты, от которых прям становится некомфортно. Мягко говоря. Так, стоп, я ж тут был. Почему она меня сюда послала? Почему она подсвечивается активно? Чего ты мне врешь? Ну да, я тут был. А там ей, может, завезли новый? С чего будем завозить-то? А вдруг? Ты же не делал заявку. Рика Морти вообще не смотрел, не знаю. Я даже не видел, что там, про что там. Сейчас по нему какой-то хайп такой нереально подняли. Но не знаю. Я не видел, короче. Дэдпул тоже, да. Смотри, завезли. Достаточно морально было тяжело в него. Особенно поначалу. То есть именно, понимаете, потому что как бы Лест Сплей это публичное. То есть если как-то между собой, ну то есть не на публику, еще как-то можно. На это тоже дико как-то местами неприятно было. Или как-то, не знаю. В общем... Ну Дэдпул взять, он все равно, он не настолько туалетный именно. Ну там не туалет, он между ножны, блин, скорее. Тут еще пошляк. Ну это да. Сколько у меня там это собиралось в итоге? 234. Ну как-то... Да. Погода тут еще опасная бывает. А, так была же уже точно. О, звезденка? А, нет. Слушай, вот это надо сфоткать. Что это? Ты крутой? Да так было задумано. Резки тормал. Это что-то как будто сверху упало, да? Ну да. Ой, шарики, кстати, лежат. Ага. Ага. Прикольно. Новых видов тут нет? Вроде нет. Почему они так слепят? Предлагают попробовать все-таки побить с метеоритов тамей. Но они слепить начинают при приближении. Срабатывает у них там что-то. А почему сразу собака? Это вот на шары так реагирует? Да, на шары. Ох, погодка. Даже, наверное, и на Олег похож на... Специи какие-то. Гвоздика. Мультитул вроде после загрузки меняется. Можно, если не нашел... Если нашел не очень крутой, перезагрузиться и так перебором найти другой. Но не на стриме же этим заниматься. Так, в смысле, у нас мультитул хороший. Ну, вообще, у нас мультитул лучше, чем до сих пор нам предлагали. У нас 24 ячейки, у нас максимальный. После обновления, по-моему, вот... Все, что нам предлагают, в разы хуже, чем то, что у нас есть. И кораблей, и мультитулы. Да. И лучше еще вообще ни разу не попадалось. Причем гораздо хуже. Ну, сейчас вот, короче, еще сюда долечу. И давай в космос попробуем побить с метеоритов. Ну, по-моему... О-о-о! Это то, что я думаю, там было или нет? По заданию нам надо. Да. Ура! Такой жах! Я все, что ли, уничтожил? А, нет. Погодка, конечно, не очень подходящая. Но... Нормально. Ну, где там еще? Ты, что ли, на меня нападаешь? Ого! Обалдеть! А с чего бы он нападал? Нам такие вроде не попадали, еще агрессивные. Ну, видимо, он агрессивный. Это новый какой-то вид? Ты можешь... А! Да нет, старый. Я его просканировал уже. Ну, видишь, у нас есть такой уже. Ты, может, по нему случайно лучом попал? И он обиделся? Ну, может. А, ну, кстати, да, мог. А Кубхед стоит ли ожидать? Не знаю даже. Кубхед... Нас пугают, им пугают. Говорят, что очень сложное. Саша... Говорят, вот, любит сложность. Саша любит сложность немножко в других играх. Я не знаю даже, понравится она. Кубхед это такой жесткий платформер с боссами. Я не уверен. Я такие игры не то чтобы очень люблю. Плюс ко всему, это действительно сложность на двоих. Я в этом плане вообще... Бум-бум. Вот так вот. Это я по дереву постучала. У меня места нет. Ну, ладно. Ну, полетели, короче. Все равно все закончилось. Так. А, точно, я же зарядиться пошел. Технология достаряжена. Технология достаряжена. Цинк, титан, титан. Кстати, это не луна, случайно? О, неизвестная луна. Надо заглянуть наверно тогда. Снаружи надо щелкнуть планету. Да, да. Что ж, там скрышоток достаточно сделал, да? Да, я думаю, достаточно. Я там много наскринил. Подожди, надо как-то с солнечной стороны. Большая такая планетка. О, кстати. А, смотри-ка, здесь там и собирается. Железо. Но смысл в том, что его в разы меньше теперь собирается. Железо, железо, железо. Ну, в принципе, как вариант. Ну, все-таки маловато. А заряжаешь пушку-то чем? Плутонием или углеродом, там. Чем-то таким. Так, это что у нас? Тами, тами, толки вот эту. Нет, нет, это медь. А, это медь. А, тами где-то промелькнул вот сейчас. А это просто с этих, с рандомных всяких. Они как-то бы подсвечивали с цветами, что ли? Ну, не знаю. Ну, да, если бы они были разного цвета, что, в принципе, логично, было бы круто. Ну, вот немножко тами было опять. О, вот сейчас прям хорошо. Перегрев. Тоже медь. Ну, как минимум, здесь стабильный, хоть источник тамира, в принципе. Хотя раньше было бы круче, было круче. Ну, как стабильный, то есть, тебе все равно нужно времени много потратить на это. Но это лучше, наверное, будет, чем ты вот будешь по планете бегать и искать. Да. Перерыв у нас уже был, да. Да, перерыв был. Сколько у меня тами? А, он в корабле же. А ведь мы были правы, все же лучше, чем ничего. Вот так, я и не спорю, что лучше, я только что вот озвучила. Просто нам не попадался тами до этого. Или попадался, но мы не обращали внимания особо, потому что вот так мало. Спрашиваю, до скольких стрим будет. На сколько у нас уже? Сейчас идет. Одиннадцатый. Ну, второй кусок, я имею ввиду. 22-13 сейчас. А, ну я не знаю, я бы луну еще доделал. Давай луну. И с базой бы похимичил. Может успеем что-то поделать там. А там, глядишь, может быть это в течение недельки. Ну, вот у нас паспорт, скорее всего, будет в пятницу в стрим. Соответственно, может быть в среду следующую. Ой, в понедельник следующий. Мы бы тоже взялись за НМС. Может быть я к этому моменту успел бы что-нибудь нафармить. А, ты хочешь просто игру включать? Ну да. Чтоб там росло? Ну да, допустим оставить ее на ночь. А, смысл на ночь, что там каждые полчаса надо собирать. По будильнику. Ну не, не настолько. Тами проще купить участников на грузовом корабле. А как, в смысле, на любом грузовом корабле можно найти этот Тами? Вот это же луна как раз к этой планете. А, нет, вот это луна. Давайте сейчас попробуем залететь. Мы сейчас луну посмотрим. По-быстрому. А может и не по-быстрому. Как пойдет. И... Потом попробуем на грузовой корабль залететь. Тут точно где-то были они. Все. Сделал скрин, ставь галочку. На грузовой приземляются корабли с Тамиом в трюме. А, в этом плане. Как на станцию, то есть прилетаются. Тарковцы. Ну, в смысле, я так понимаю, что на грузовом это более распространено, что ли? Вот это правда луна, прямо. Такая прямо вся. На фоне смотри в планету. Угу. Это что такое? Железо такое. Ну, вроде как не агрессивное. Тут у нас саланий можно найти. Горячая. Стражей агрессивное было? Ты навелся? Нет. Вроде не агрессивное. Я всяких смотрела. Что это такое? Шары? Опять гравитина, что ли? Да. Ого. Это еще много. Опять. Да я же ничего не вижу. Да, слепну. Ну, собирайся. Какой-то глюк я подойти не могу. Кнопка не загорается. Ой. Ну, ладно. Был шарик, и нет шарика. Да будем считать, что его тут и не было. Винтарь полон. Все забито. Продаваться надо. Да. Ладно, давай посмотрим. Осмотримся. Поглядим, что тут есть вообще. О, смотри. Какой формой, да? Это металл какой-то же? Да, металл, да. Пропадет, сфоткаю. Ну, мы такие, в принципе, видели уже неоднократно, но все равно. Пепел прям. Смотри. По земле. Горячее, пригорячее. А сколько мы в космосе-то набили в итоге? 328. Ну, неплохо. Мне этого хватит немножко. Давай, куда-нибудь отлетим, что ли? Еще что-нибудь интересное найдем. Ну, и назвать, кстати, надо. Ну, прям сейчас займись этим. Да, сейчас. Так. Народ только постепенно расползается, расползает. В самой стойке остались уже. Пняшка, 746. Угу. Ну что, пняшка, я тебя поздравляю. Мы туточки. Мы туточки. Вы-то туточки. Вы стойкие просто. Тут даже какие-то эти есть планеты, как в фантастических фильмах. Вот. Юра такой, пня моя луна. О, Армадий. Какая-то, знаешь, вот в чужом они высаживались на планетку. Похоже, вот такая же пустынная, горячая. Не хватает еще, знаешь, этого дыхания в скафандре. Да, да, да. А у меня есть куда Армадий-то собрать? Да, есть куда. Что такое? Мы еще ничего не сделали. Они тут все-таки агрессивные? Ну, все-таки агрессивные. Ну, под Армадий-то есть. Как же плохо. Так, подождите. Они все время там так дышат. Чего вы? Наташа, при таком дыхании долго не живут. Явно признак отсутствия кислорода. Они реально там так дышат. Ладно, мы с пыняшкой по-быстрому. Кто их там разберет, у тебя голливудские штампы. Небо такое голубое, смотри. Ну, да. Можно еще вот где-нибудь отсюда, наверное, попасть. Сверху? Да. Если у тебя получится сесть. Молодец. О, красиво как, смотри. Прямо так вот надо. И колокольчики такие. На фоне. Все. Круто. Мы последнего чужого не смотрели. То есть мы за сегодня пять планет сделали, да? О. Пять. Вот это пятая была. Ага. Вот это грузовые корабли. Снаружи не забудьте сфоткать. А, точно. Уже опять полетел. Я уже радостный такой. О, и корабли на фоне. А, это там на фоне. Подожди. Нам вот это нужно. Надо подальше отлететь. Ну, да. Не, ну тогда надо залететь сначала к этим. Где там у вас? Главное там. А, вот. Главное не забыть, но я думаю напомнят. И теперь лишь длить, когда кто-нибудь пролетит. А там даже кто-то уже прилетал. Это корабль, да? Да. Ага. Деньги есть? Давай-давай, поторгуем. Звездолет, у меня денег нет все равно. Каприд продается даже, прикинь? Ага. Вот нейтринный модуль мы ему продадим. Гравитинный шар, 17 штук. 10 штук, наверное, можно продать. Или 10 оставить, 7 продать. А с другой стороны, они у нас сейчас выращиваются. Я хотел второй сделать. Поднакопиться, если вдруг надо будет, правильно? Давай, наверное, штук 10 продадим. Или все продать, чтобы не мешались. Места много занимает. Ну да. Ладно, я все продам. Платину можно продать. Пугни тоже можно продать. В формате нельзя. Жало можно. Ну и все вроде. Омегон, пожалуйста. Это, наверное, у него купить можно, значит. Если он его продал. Ну. Если продать можно. Наверное, можно и купить. Ну, я так предполагаю, что да. Вот, смотри, есть Омегон. Ой, Омегон. Мы купим, чтобы он не собирать. Так. И Омегон. Это весь можно забрать. Так. Ладно. Давай еще кого-нибудь посмотрим. Серьезный какой. Занят. Делами. О, тоже там и есть. Отлично. Ну да. Неплохой способ. По деньгам, конечно. Но по деньгам недорого получается. Дешевле всяких. Вот есть. Приземлиться там. Подлететь. Приземлиться. Подлететь. И времени. Да. Обалдеть, какой здоровый. Ты видел? Вот этот корабль. Я первый раз так увижу. Не, мы видели такие. Не, ну, у него были, по-моему, крылья. Но они такие большие. Вот ты видел? Там 47 ячеек. Ну. Ты посмотри, как у чемодан. Сколько такой чемодан стоит? 5500. Но он грузовой. Хотя у него все лучше, чем у нас. Странно. Подожди, как так? Класс С, класс Б. А, это наш 5500 стоит. Он 83 миллиона стоит. Я еще даже мимо ушей пропустила то, что ты сказал. И тут у меня доходит. Думаю, как 5500. Подожди, но он же грузовой, он же не истребитель. Ну, крутой просто. Тягач Б. Да посмотри, какой он здоровый. Сверху вот глянь. Мы таких не видели еще. Да видели мы такие. Да не видели мы таких. Они похожие были, но не такие. Я их стрелять не могу. Я бы сейчас это захватил бы. 47 ячеек. А я у него купил тамейку? Я не знаю. Такой кораблик я хочу. Пусть он такой не очень. Визуально. Вот пишут, что у него класс выше. А еще выше класса есть? Вот этого. Он не купил. Наверное, есть. Нет? Скорее всего, есть. Было бы странно, если бы не было. С-класс. Такой ищите. Он еще круче может быть. А, то есть у меня С-класс это неплохой, что ли? Нет. То есть С-класс еще лучше, чем вот этот. Будет. Я так понимаю. А чего меня не выпускают-то? Вот открывает. А я нажимаю, оно не летит. А, у меня взлетных нет, что ли? У тебя там топливо закончилось, наверное. Нет? Все равно не могу. Ну, вообще, как бы здесь же бесплатно летает. Я думал, по крайней мере, что это так происходит. О, все. Это какой-то... У нас С. Учина немного. А, такой... А нам нужен С-класс. Понятно. То есть такой же, только С-класс. Видимо, именно по данным своим будет выше. Угу. Луз фотографировать не забудь. Я уже полетел. Но я так и поняла. Ну, вот ее солнце... Где солнце-то? Жалко. А, ну я могу, наверное... Нет, не могу. Твой корабль С вообще отстойный. Ничего себе отстойно. Вы знаете, сколько его улучшали? Раньше, по-моему, вообще никаких классов не было. По крайней мере, мы не слышали об этом. Ну, там... Было что-то? Было, но оно не явное было. То есть не было явного разделения, как сейчас. То есть просто были лучше или хуже? Мы, когда апгрейдили, дошли до того периода, когда нам даже корабли перестали лучше предлагать. Разве? Да. Нет. Потом находил корабли сколько. Мы раньше находили, они все время... А это такая фигня сейчас будет. Ну, на ячейку, но лучше было. А сейчас нет такого. Хуже мы постоянно находим. Ну, не знаю. Вспомни, сколько раз мы меняли. Мы каждый раз находим корабль и меняем его на одну ячейку, но лучше. А сейчас вообще фигня какая-то попадается. Ну, не знаю. Все? Ставлю второй. Да, ставлю все. Да. Проблемы можно просканировать и узнать, куда у нас она. Да, я только что этим занимался. Ну, вот у нас час двадцать два сейчас идет. Я думаю, что мы сейчас... Да, слетаем к нам на базу, попробуем посмотреть. Для плат поставить что-то как-то. Хотя я теперь уже даже не знаю. Там считать, конечно, надо. Сколько чего поставить. Ну, займешься этим потом уже. Не, ну, за кадром этим заниматься тоже особо смысла мало. Но ты же хотел поставить, чтобы росло. Я именно, чтобы за кадром оно росло уже хотел поставить. О, анализатор Flora Sigma. Дополнительный модуль для анализирующего визора мультитула. Этот модуль улучшает качество сканированных копий растений, увеличивает ценность новых открытий. Прикольно. Так, что там за... А, то есть у нас, видимо, это есть уже. Ну, ладно. Спасибо, пока. А может, у него еще задание есть, можно взять. Ну, задание-то есть, наверное. А смысл? И пусть будут дальше пройти, будем делать. Ну, давай, наберу. А, срочная перевозка, это нам здесь надо делать. Это не очень прикольно. А что там награда? А, ну, я не знаю. Усилитель реактивного ранца Тау. По-моему, у меня есть такое. Ну, давай возьму. Мы можем перед тем, как в следующую систему лететь, здесь сделать квестик этот. Если не забудем. Ну, да. Но его можно отменить, будет всегда. Чего? Прежде чем сдавать. На будущий вы на инвентаре место освободите. Для начала, прежде чем сдавать, минимум 3 должно быть. А, мы что-то недополучили, что ли? Или что? Да у нас места много вроде сейчас было. Я же там гравитинные шары все продал. Ну, да. Или это так, к слову? Ну, на будущее. Ага, я дома. Чай, кофе у меня быстро. Заварили. О, я коллега. А ты чего не растешь, Соланий? Может быть, это? Да нормально. Странно, а почему Соланий-то не вырос? Или я его собирал просто перед этим? И он действительно не успел. Тоже не выросло. Так. Я могу сейчас... Сюда поставить в пару вот. Луковичная тыква 120 надо. И пусть они тут два выращиваются. То есть, если что, у меня всегда будет... Здравствуйте, здравствуйте. Вот это, по-моему, можно скинуть. Хотя это что вообще у нас? А, это на продажу. Тогда я это просто к себе сюда закину, потом где-нибудь продам. Амигон надо куда-то закинуть. О, луковичная тыква. Так. Где у меня амигон лежал? Эээ, как сложно. Вот он. Медь, азот, детритий. Медя вроде как нет. О, каприт, кстати. Звездный лук еще у меня тут. Кали. А, кали. У меня сюда не влезет. Ладно, я, наверное, сейчас не буду раскрывать. Я, может быть, просто для стрима посижу уже, поковыряюсь. В этом плане. Так, гамма-корень. Нам нужен зеленый плесень, по-моему, нужен на слоне. Не помню, все заберу. Мордит еще где-то должен лежать. Вот он. То есть... Так, сейчас. В инвентаре костюма нет свободных ячеек. Да? Да ладно. А, ну правда нет. Хорошо. Блин, я туда все в звездолез что-то накидал? А, нет. В инвентаре костюма нет свободных ячеек. Так. У нас столько таймия, оказывается, теперь получается. Хорошо. Так, что получается? То есть, на одну плату нам нужно 200 салания. То есть, 4 салания надо посадить сначала. Допустим. У нас саланий растет здесь в количестве двух штук. То есть, можно еще два салания куда-нибудь воткнуть. О, кстати, плехея. Ой. Стекло, кстати, можно уже поделать. Опять же. А, так комнатка. А что для купола надо? Два живых стекла. Понятно. Пока это не очень. Так, здесь у меня вроде никуда ничего не упирается. Лехея. Лехея. Два салания. Еще надо два салания. Или как-то перекинуть, может быть, тот саланий сюда, чтобы оно сразу здесь росло. А, в одном месте? Ну да, чтобы не бегать. Ну да, чтобы не бегать. Но хотя все равно собирать придется. Мысля приходит опосля умная. Нет, но у меня изначально была задумка по два растения хотя бы посадить, а потом уже там разбираться. Ну, допустим, вот эту плехею можно отсюда, наверное, убрать. Это же плехея у нас тут. По-моему, плехея. Я надеюсь, что плехея. А посадить сюда саланий. По 50 штук с каждого. То есть с 4 у нас получится 200 же, правильно? Правильно. Плесень тоже убрать? Нет, плесень, подожди пока. Так. Дальше. Морозный кристалл стоит у нас дофига. Я не буду там пересаживать плехею. Звездный лук нам нужна. Мякоть кактуса. Мякоть кактуса. Это сехина. Вот это вот, по-моему. Вот это мякоть кактуса. Такая она, по-моему, из простых было кактусов. Нет? А это и есть как раз простой кактус. Фактически. Да. Так у нас где-то лежало. У нас всего 100 штук кактус этого лежит. Понятно. А, нет, смотри-ка, она хватает. Углерода теперь нет. Что такое? Ну, углерод-то это фигня. Это сейчас напилим быстро. Заблудился. Ну да. Ты еще не добежал такой уже, пилит. А чего там лестница? Я не читал просто чатик. Не обращай внимания. Не обращай внимания. Ах, ты. Ах, ты. Ах, ты углерод. Ах, ты углерод. Сделать. Ой, кончилось. А сколько тебе нужно? Не знаю, я просто с запасом сейчас. Все деревья вокруг базы выпилил. Ледневая. Задница. Они вырастут. Мы потом перезайдем, они вырастут. Угу. Порывни температуры сновидизируются. Кактус. Хорошо. Он же не собирается пока. Дальше получается, то есть что? Кристалл есть, сала не растет. Мякоть кактуса. Ой, а зачем я их так много кактусов-то этих насажал? Ну ладно, будем знать. Звездный лук 200. Нам 4 звездного лука надо. Звездный лук это, по-моему, вот это? Нет, звездный лук это... Такой, колокольчиками. Но это не оно разве? По-моему, это оно и будет. Нет, это... То, что ты вот на последней планете собирал, то не то. По-моему, это оно. Я, конечно, могу ошибаться. Нет, ну в смысле, ну вот это точно звездный лук. Сейчас посмотрим, как он маленький выглядит. А, смотри-ка, это не то. Я его не сажал, наверное. Но можно всю комнату под звездный лук отдать. А у меня больше его и нет. То есть, 4 звездного лука и... Значит, все, мы можем делать, по идее, плату каждые где-то там сколько, полчаса. Тебе нужно сначала на разведение одно оставить. Потому что ты соберешь ровное количество, а тебе же еще посадить надо будет. Да, мне надо будет... Тут вообще в идеале надо будет немножко переделывать. Получается-то так. Отстраивать еще, получается, надо. То есть... Звездного лука у нас, допустим, вот с этой комнатки получается... 100, 200, 300, 400, 400 звездного лука. 400 звездного лука. Нет, Юра, звездный лук не у тебя нашли. И хинокактус у нас получается в 200 будет расти. То есть на парочку. А вот здесь пусто у тебя? Кстати, я могу посадить. Это гравитина у меня тут растет. Пусть растет, в принципе. Ну пусть, а чего нет? Она в рецептах используется. О, Соланья вырос. А нам Соланья еще нужен? А я уже посадил. Соланья по 200 идет. Ну тут, да, тут разгребать надо. Да, да, конечно. То есть, допустим, на Соланья надо отдельно выделять комнатку. Ну, именно. Это будет 400 Соланья. Потом на эту... На звездный лук надо получается комнату. Я говорю, что я не вижу смысла смешивать все. Просто еще комнату достроить надо будет. Да, да. Потом морозный кристалл у нас пусть комнатка прям так выращивается под кактус. То есть комнатку можно... Так, у нас получается... То есть, у нас надо две комнатки под Соланей. Две комнатки под звездный лук надо. И по комнате на мякоть кактуса и на... А, морозный кристалл. И все. И у нас идеально сочетается. То есть, мы прошлись, собрали. И красота. Ты можешь даже отдельно на улице сделать под это дело. Чтоб не путаться. А здесь что-то рандомное. Даже смысла особо нет, мне кажется. Нет? Не знаю, тебе решать. Не знаю, посмотрим. О! Ну, пока получается, да, не очень интересно. У нас комнатка здесь, комнатка тут. Ну. Вот. А что будет после того, как будут выполнены все задания на базе? У нас еще сюжетки есть. Там еще нас ждет Артемида. С которой нужно попробовать как-то связаться через какую-то там... Кстати, что... Из чего она там делается-то, я уже забыл. Я помню, что там какие-то заморочки были именно с растениями. Нам... А, живое стекло нам надо и плату. И платину. Ну, в принципе, то есть... И то, и то мы уже, наверное, сможем сделать в ближайшем будущем. Мне кажется, все-таки нужно снаружи поставить комплекс. Для выращивания. Именно полный цикл, где будут расти. А здесь уже будешь досаживать то, что тебе требовать. Думаешь? Да. А я бы, наверное, просто вниз тогда коридорчик спустил бы вот отсюда еще вниз. Ну, спускай. Вот прям вот отсюда и продолжение сделал бы. Легко. Можешь так и сделать. Но... Я-то имею в виду, чтобы ты не путался сам. Не вспоминал, где это будет. Еще одну, да, надо? Да. А, но у нас тут немножко неудачно получается. Вот с этой стороны обрезается база. Вот в чем минус. То есть, а мы как-то вообще можем посмотреть на этот радиус? То, что мы можем строить. В какую сторону лучше расползаться? В плане базы. Ай, прыгать не могу. По-моему, мы его не видим. А, нет, погоди. Вот он, да. То есть, радиус этот синенький. Ну, то есть, вот отсюда можно смело ползти... Вот в ту сторону. А, хотя... Ну да, можно. Жалко, здание нельзя передвигать. Придется все сносить и переставлять. А с другой стороны, может быть, и нет смысла пока сильно заморачиваться, потому что я все равно буду купола эти делать. Ну, купола-то наверху сделаешь? А как они купола, я не понял. Они... Лестницу сделаешь наверх, и все. Дожди. А почему оно красным светится? Потому что я не могу поставить. А, точно, у тебя же нет. Там же внутри можно что-то сажать. Ну да, можно, можно. Это тут столько ячеек будет? Раз, два, три. Да? Похоже так. Круто. Ну, короче, план примерно понятен. А, Соланий долго растет, да? Два часа Соланий растет. Говорят, что его вообще очень много надо строить из-за того, что как раз он... Ага. Так долго. Да где расти нет? А-а-а. Эхина кактус у нас тоже растет. Два часа. Каприд 30 минут. Ну да, и этот 120 минут. Ну, значит, про каждые полчаса я, конечно, загнул. Вот радиус, кстати. То есть, в принципе, да, все правильно, вот отсюда мы справа расходимся, и нормально будет. Плюс там еще первый этаж можно сделать будет. Да. Вверх еще можно, по идее, нарастить сильно. В лимит, правда, мы можем единственное упереться. В будущем перенесите в другую галактику. А смысл переносить? Зачем разрабы поставили это глупое ограничение на базу? Ну да, не очень понятно, зачем. За ресурсы, наверное. Переживать за компьютеры. Не у всех компьютеры мощные. И смогут обрабатывать такое количество там объектов. Я думаю, что в этом смысл. Этот лимит очень легко увеличить. Поэтому переживать на эту тему не стоит. Если мы упремся реально очень быстро в него, то я увеличу его. В общем-то, я не вижу в этом какого-то читерства. И растения растут только, когда играешь. Это я знаю, это я уже понял. Причем, альтапнуться не получится, оно все равно будет. На паузе как бы стоять. Все, заканчиваем? Да, все, заканчиваем. Александр, можете к следующему стриму оценить размер сейва? Я в теории, наверное, могу даже сейчас посмотреть. Хотя нет, я сейчас не буду искать. Я не помню, где они лежат. Но если не забудут. Но если не забудут, да, гляну. Я, в принципе, мы сейчас закончим. Я посмотрю, если я найду, я в чатик кину. Тогда. Сколько они весят. Раз так интересно. Нам надо сохраниться вот что. Мне вот что в NMS не нравится. О! Дежавю. В NMS не нравится то, что сохранение автоматически тоже кривые достаточно. Он не сохраняет каждые несколько минут. Сохраняет только по входу и выходу из этого звездолета, например. Или там на каких-то ключевых точках. Это странно. Ладно, ребят, давайте. Спокойной ночи, там удачи. У нас... У кого-то уже глубокая ночь. Среда же? Среда. Да, среда. Держите, еще два дня осталось. Это споры? До доходных. Нет. До доходных. До доходных. Классный бесконечный. Да, мне тоже нравится. Ладно, все, ребят. Пока-пока. Заходите в Дискорд. Не забывайте. Да, кстати, кто в ВКонтакте сидит. Там и с Сашей можно поболтать, и с ребятами. Объявления там тоже дублируются периодически. Ну, по крайней мере, по стримам пишется в новости. Но, ну, я не знаю, я пока не уверен, что пинговать есть смысл в Дискорде все-таки. Но, может быть, начнем так делать. Все-таки стрим же. Нет, ну, Дискорд, это же Дискорд канала. Почему нет? Сделал объявление, это же не так часто бывает. Зато потом не будет вопросов о том, что не знали, что стрим или что-то такое. Это да. Если кому не нужно это, это можно отключить опять же. Да. Ладненько, давайте. Всех целую. Спокойной ночи. Там, кто сейчас жрать пойдет, кто спать. Давайте. Приятного аппетита, спокойной ночи. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok